всем привет как меня слышно поставьте циферку от 1 до 10 здесь самый хороший звук спасибо я с маленькой своей помощницей так все тогда микрофон не прибавляю а оставляю так единственная просьба поставьте кто нибудь пожалуйста еще на записи я его у тебя поставила но на всякий случай слайдов нет погромче так лучше слайдов у всех нет скажите ага отлично сюда сюда есть слайды ага все отлично ну что начинаем все готовы слушать все приготовили ежедневники и Нет, я начинаю или нет, не готова? Давайте, готовьте ручки, ежедневники, либо какие-то блокматики свои. Запись включили, ага, я тоже включила. Ну все, долгожданный семинар считать открытым тогда. Давайте для начала немного поднакомиться, чтобы я понимала, с кем сейчас мы работаем. Расскажите о себе, ну как, то есть напишите свой город, напишите на каком вы процентном уровне, если вы новичок, ставьте единичку просто, и сразу пишите методы работы, с какими вы работаете. Про себя расскажу, меня зовут Алена Попова, кто меня еще не знает, я менеджер с 12%. Компания активно именно начала работать не так давно, а как потребитель я с детства. То есть методы работы мои, в основном это ВКонтакте, Инстаграм, и сейчас пробуем знакомыми работать на теплом рынке. Там мы будем весь семинар под коротко строиться немножко. Так, начинаете писать, у нас в комнате сейчас 17 человек, я 18, от всех 17 людей жду ответств. Сразу давайте по времени определимся, если вы будете активны, то семинар у нас будет где-то 30-40 минут. Если вы будете немного, то есть дольше отвечать на мои все вопросы, то семинар растянется. Поэтому призываю всех быть активными, чтобы мы в темпе все уложились и все разобрали. Угу, 3%, 12, ага, 15, 18, я смотрю, все уровни у нас собрались. Прекрасно на самом деле. Ну что, начинаем тогда, пока вы пишете все, я начну уже вам рассказывать. Итак, начнем с того, что Инстаграм, что это вообще такое и с чем его едят. То есть Инстаграм это у нас бесплатная программа, предназначенная для того, чтобы пользователи могли делиться с ним своими фотографиями. Но в недавнем времени уже это не только фотографии, это также открылась функция Директ, где можно переписываться сообщениями также. Инстаграм у нас был запущен в октябре 2010 года. То есть функционал у него, это любой пользователь делает фотографию, выкладывает ее, обрабатывает. Можно применить один из пинтов, то есть их там множество на самом деле. Обрабатывает ее одним кликом и делится этой фотографией в соцсети Инстаграм. Что делают другие пользователи? Другие пользователи могут комментировать эту фотографию, ставить лайки. То есть все знают, что такое, сердески ставят на фотографию, это лайк. И также может делиться через Директ этой фотографии, есть функция отправки фотографии в Директ. Изначально эта программа Инстаграм работала только на айфонах, айпадах и айпадах. Айпадов и айпадов. Но в апреле 2012 года появилась версия Инстаграм для Андроида. То есть эта версия идет от версии 2.2 Андроида и распространяется уже на остальные все, кто были позже выпущены, все версии. Программа эта бесплатная. Устанавливать ее можно через App Store, это для айфонов, айпадов и айподов. И через Google Play, это для всех Андроидов. То есть если получать на Андроиде, так же можете через Google Play установить себе эту программу. Давайте так договоримся. С этим блоком понятно. Если понятно, ставим плюсики и идем дальше. Если непонятно, то давайте обширно поговорим, что такое Инстаграм. Плюс, ну я думаю, здесь ничего сложного нет. На самом деле это просто погружение вас в историю Инстаграма. В любом случае, с каждого метода работы мы должны начинать знать, откуда он пошел. Переходим тогда дальше. Смотрите, это сводка за 2014 год. То есть это была самая популярная сеть Инстаграм. На самом деле сейчас это свою позицию, лидерство Инстаграм не теряет. Но у него появился такой конкурент, как Перископ. Кто знает, что такое Перископ, поставьте смайлик любой, чтобы сейчас разобрались, чтобы я понимала, кто работает. Пока расскажу, что такое Перископ. Перископ это тоже соцсеть, где идет прямой эфир. То есть вы можете в прямом эфире общаться со своими подписчиками. Так, Маша у нас знает Перископ. Вот сейчас на 2016 год самые популярные две сети, это Инстаграм и Перископ. В Перископе тоже можно работать, но как-нибудь это отдельная тема будет. Я работала, как-нибудь знаю. Ну, я думаю, да, сеть достаточно известная, все знают. То есть вот можете посмотреть цифры года, сколько было фотографий выложено, сколько человеков скачали вообще Инстаграм. То есть самые популярные теги, хэштеги. Все знаете, что такое хэштеги. Если вы ставите решетку перед словом, то это хэштег, по нему можно искать. Но об этом дальше подробнее поговорим. Так, вот здесь вот сейчас активно включаемся в работу. Как вы думаете, плюсы и минус Инстаграма? Я написала самое основное, сейчас разберем каждый из них. То есть плюсы какие? Блокируют максимум на неделю. То есть очень редко блокируют навсегда. Ну, к этому тоже отдельно сейчас вернемся и разберем. Быстрый рекрутинг идет. То есть 10 секунд обрабатывается за 30-40 минут. Ну, это я прям большую цифру взяла. Можно достаточно быстрее, особенно когда приноровишься. Это делается очень быстро. Регистрации идут с первого дня рекрутинга. Если вы делаете все правильно и делаете именно столько, сколько нужно, то с первого дня идет регистрация. Удобно работать с телефоном. То есть вот это для меня очень огромный плюс, так как, ну, заметили уже, я мамочка в декрете, у меня ребенок в постоянной руках. Мне удобнее работать не с компьютером, не с ноутбуком, а именно через телефон. То есть я легла там, на нее укладывать, взяла телефон в руки и быстренько начала делать рассылку. Дальше. С 60 объявлений где-то 1-2 регистрации приходят. Ну, 60-70. Сейчас распространенная уже метра работы Инстаграм становится. Поэтому даже иногда чуть больше должно быть рассылки. Но в среднем 60-70. Вот так вот. Так, какие у нас есть минусы в Инстаграме? То есть помимо аккаунта в Инстаграме нам нужен аккаунт ВКонтакте. Люди будут писать вам Инстаграм ВКонтакте. То есть будете ставить свою ссылку, они будут по ней кликать и переходить на Ваш ВКонтакт. Дальше. С одного телефона можно создать только 10 аккаунтов. Будьте внимательны. Если у Вас заблокировали, ну, неважно, там, 2, 3, 1, то уже с этого телефона создать дополнительный аккаунт нельзя. То есть вот так будьте внимательны. Старайтесь не допускать блокировок. Так, сейчас посмотрю, что Вы мне отвечаете сразу. Огромный плюс, что человек в телефоне, ага. Да, плюс, что Инстаграм раскручивается, много людей им стало пользоваться. Да, страница, сразу отвечу на вопрос. Страница ВКонтакте у меня на одну страницу все 10 аккаунтов прикреплены. То есть Вы, скажем, аккаунт Инстаграм, прикладываете свою ссылку на ВКонтакте. Не обязательно на каждый аккаунт разную ссылку ВКонтакте делать. Даже нежелательно, потому что удобнее, когда все в одном. Да, реклама там много сейчас. И что еще из минусов? Я отметила, конечно, это не такой минус. На самом деле все три, которые я Вам отметила, это не такие уж и минусы. И модерация в Инстаграме идет 5 дней. То есть Вы создали аккаунт, проходит 5 дней, и уже можно активно начинать работать. Но что здесь главное? В момент вот этой модерации, в эти 5 дней, Вы можете подписываться на людей, набирать себе интересные аккаунты. Дальше сейчас идем. С плюсами и минусами все понятно? Я не знаю, сколько давно минусы. Я говорю, три этих минуса, они как бы вообще не минусы. Так, с этим все понятно. Идем тогда дальше. Ребят, в комнате 18 человек, отвечайте все. Как устанавливать Инстаграм? Смотрите, если Вы с телефона, то это приложение либо App Store, либо Google Play. Повторю, Google Play это на Андроиде. App Store это iPad, iPad и iPhone. Это ребенок написал. Ребенок написал. И компьютер это приложение Bluestar. Ребят, сразу говорю про компьютер, рассказывать про работу в Инстаграме не буду. Не люблю я этот Bluestar. Честно, не очень хорошо в нем разбирают, поэтому не буду. Ага, компьютер. С компьютера не знаю, честно говоря. Не буду говорить про это, но по идее, по логике, должно быть, как на телефоне. Вообще, приложение Bluestar это просто эмулятор телефона. То есть, то же самое, Вы там также через Google Play заходите, также скачиваете себе, также устанавливаете. И все делаете то же самое. Поэтому, ну, логично, что там тоже будет 10 всего создавал. Я тоже скачивала для компьютера, мне удобнее с телефона. Сейчас поставлю Вам одно видео и перейдем дальше. Всем привет, с Вами Алена Попова. Сейчас мы будем рассматривать, как работать в приложении Инстаграм. Заходим в Инстаграм. Что мы здесь видим? Правый крайний значок это Ваша страница. То есть, Вы можете посмотреть, что Вы выкладывали. Дальше, левее, где изображено сердечко. Вы можете посмотреть, кто Вам ставил лайки, кто на Вас подписывался. Кто, возможно, вот комментировал Вашу какую-то фотографию. Значок посередине. Нужен для того, чтобы выложить фотки. То есть, Вы выбираете любую. Нажимаете вперед. Вперед. И нажимаете на галочку. Она будет автоматически выложена, картинка. Дальше. Значок лупы. Здесь можно найти человека любого. Например, давайте дойдем к нашему лидеру Лилии Донского. Вот она у меня уже есть. Лилия Донского. Вы нажимаете. Если вот здесь нет подписки, можете подписаться. Ну, например, давайте на другой. Как можно искать? Можно искать люди. Можно искать по хэштегам. То есть, например, декрет. Мы, смотрите, нажимаем декрет. Вот Вам лучшие публикации. Все фотографии с хэштегом декрет. И можно искать по месту. То есть, Вы вот это вот выбираете. Пишите здесь вот, допустим. Либо включаете услуги геолокации. Вот Вам автоматически уже вызов. Вы нажимаете включить. И ищите. Дальше. Кнопка Домик. Что она означает? Это Ваша лента. То есть, все люди, на которых Вы подписаны, здесь выкладывают свои фотки. Вот Вы можете смотреть все фотки. Можете ставить лайки. Можете комментировать. Например, полагаю работу. От 3 часов в день. В день. Оплата достойная. Писать в ВК или Директ. И отправляем. То есть, вот ушло у Вас сообщение. Что нам еще здесь интересно? На кнопке нажимаете на домик. В правом верхнем углу видите такую коробочку. Нажимаете на нее. Это Ваш Директ. Что здесь интересно? Как писать в Директе? Нажимаете на плюсик. То есть, кому. Выбираете кому. Либо можете сами вписывать. Кому Вы хотите отправить. Давайте отправим меня на другую страничку. То есть, можете сами вписывать. Можете из списка выбирать. Допустим, Евгенок 95. Само себе. Что можно? Можно что-то написать. Привет, например. Привет. Отправляем на стрелочку так же. Сердечко отправляем. Можно отправить фотографию любую. Нажимаете тоже на стрелочку. Фотография отправлена. Так же можете здесь переписывать. Допустим, Вам человек поставил что-то. Или прокомментировал фотографию о работе. Вы пишете доброго времени суток имя. Вы есть в ВКонтакте. Вышли информацию о работе. Если человек отвечает, что его нет в ВКонтакте. Сейчас Вам покажу. Вот, допустим. ВК меня нет. А сюда не получится. То есть, Вы либо отвечаете, что здесь сообщение длинное не проходит. Либо спрашиваете электронную почту. Либо Вайбер. Либо Ватсап. То есть, любая удобная для Вас соцсеть. В любом случае, в какой-либо соцсети человек будет. Или электронная почта у человека в любом случае будет. Так как регистрация в Инстаграме без электронной почты невозможна. По работе в Инстаграм. Что мы здесь делаем? Мы добавляем людей уже в день. От 50 людей подписок. Добавляем комментарии. То есть, я добавляю сейчас по комментариям. 5 комментариев 3 раза в день. С 10 страниц. Вот, можете посчитать, сколько получается. Работа в Инстаграме довольно-таки интересная. И не сложная. В день у меня занимает по времени. Вот, 3 раза я делаю. Это где-то занимает около часа. Со всем откликами. Надеюсь, Вам было полезно это видео. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Как меня слышно? Плюсики поставьте. Меня слышно? Ага, вижу, плюсики пошли. Итак, приступим тогда к разбору полетов остальных. Вот, автобус. Селый автобус. Быстренько. Раз, 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 раз. И все. Вести аккаунт. Всего с каждого аккаунта вступить в себя. Ну, посчитай. Сейчас, Лем, я подробно уже про это расскажу. Давайте по порядку тогда. Вам ознакомительное было видео такое. Как работать с телефоном. Так, начнем. Оформление страниц. То есть, создаем страницу в Инстаграме. Называем только имя, фамилия. Ставим. Ставим красивую фотографию в профиле. В настройках пишем описание профиля и ставим ссылку на ВК. Ребят, кстати, все записывается сейчас. Я, конечно, вам потом ссылку на презентацию дам. Но все равно сейчас все записывается. Прям по ходу себе делаете пометки в ежедневнике. Смотрите, примеры, какие страницы, допустим, назвали. У меня вот так вот идет. Кстати, когда создаете страницу, используете удобные ники. То есть, у меня вот, смотрите, у меня основная страница Юрчонок 95. Это моя основная, в принципе, не рабочая страница. Ну, там просто личный бренд мой раскручивается. Рабочая у меня страница Юрчонок 95. 95.55. Дальше у меня идет. Он вжег просто. Он вжег 0.9. Он вжег 0.99. Он вжег 0.8. 0.88. Ну и так далее. То есть, понимаете, что вам каждый раз, когда вы выходите и заходите на следующую страницу, не перепечатывается полностью весь ник. То есть, последнюю цифру удалили. Или наоборот, последнюю цифру что-то написали. С этим понятно? Плюсики-минусики жду. Кому понятно плюс, кому непонятно минус. Работаем все. Смотрю, в комнате прибавляется народ. Отвечаем все активненько. Вот вам пример. Смотрите, то есть, вы когда заходите... Давайте так делаем. Если хотите, я вам сейчас прямо в телефоне буду показывать параллельное действие. Я думаю, всем будет видно. Вот, только цифры спереди. Но я обычно сзади меняю, чтобы мне удобнее было. Так быстрее время меньше уходит. Я свое время снял, поэтому мне побыстрее. Видно Инстаграм? Подходит, конечно, любой ниг. У меня тоже работа. Смотри, он в зоб. Включная работа. Отсвечивает, да? Сейчас попробую вот так сделать. А так? Лучше, да? Сейчас, смотрите, вот это Инстаграм мой. То есть, мы нажимаем на кнопку, где человечек. Вот здесь вот сверху увидите три точки. Вы на них нажали. Тут этот профиль ваш открывается. Вот так вот. Какие у вас есть настройки. То есть, смотрите, обязательно, чтобы профиль был открытым. Вот здесь у вас закрытый аккаунт. Вот так вот. Вот видите, бегунок выключен. Это значит, профиль у вас открытый. Надо вот за этим обязательно проследить. Да, сейчас под слайдом будем. Я вам просто, чтобы понятно было наглядно, я вам еще одно видео запишу. Более подробно, как работать с телефоном. И пишите. Там, в этих же настройках, вы нажимаете «Редактировать профиль». И вписываете. То есть, вот, допустим, у меня один профиль идет напополам с мужем. То есть, пишем «Молодая и успешная семья на драйв-команде для работы в интернете». Пишите личку ВК. И там будет ссылка для вашего веб-сайта. Вот сюда в эту ссылку вставляете как раз вашу ссылку на ВКонтакте. Чтобы она была кликабельной. Если вы этого не сделаете, ссылка будет не кликабельной. Никто не будет ее копировать вручную. Это себе пометили все? То есть, поняли, да? Основное пишем главную мысль в своей странице. То есть, ну, может, кто-то мамочка в декрете набирает таких же мамочек для работы в интернете. Пишите ВК. Или пишите в Директ. Поехали тогда дальше. Что еще оформление страниц? Загружаем самые красивые свои три фотографии. К первой фотографии пишем свою историю. То есть, смотрите, вы зарегистрировали страничку. Не регистрируйте все сразу. Одну зарегистрировали и начали обрабатывать. То есть, написали имя, фамилию там. Написали краткую историю сверху, для чего вообще создана эта страничка. Поставили кликабельную ссылку на ВКонтакте. Загрузили три фотки. И к первой самой фишем свою историю там. Ну, допустим, так же, когда стоим с мужем. Всем привет, давайте знакомиться. Нас зовут Евгений Ален Попова. Мы успешные интернаты-предприниматели. Работаем и развиваемся дома без отрыва от своей дочери. Кому интересно, ставьте плюсики там. Или пишите под фотографией интересным. Всем будем рады поделиться информацией. То есть, понимаете, да? Если там одни, кто-нибудь мамочки в декрете. У меня на одной странице, я с дочерью стою. У меня написано. Всем привет, меня зовут Алена. Я мамочка в декрете. Моей дочери полтора годика. Я набираю команду активных партнеров для работы в интернет. Кого заинтересовало, ставьте плюсики. И обязательно хэштеги. Ну, хэштеги любые можно. С этим понятно. Переходим дальше. Если переходим дальше, поставьте восьмерочки. Что с этим разобрались, где основное пометили. Идем дальше. Лен, не поняла вопрос. Хэштеги меняю в смысле меняю. Фотографии написали хэштеги. Больше их не меняю, не трогаю. Нет, они остаются. Хэштеги Ariflame? Ну, можете ставить. У меня на некоторых страницах стоят и Ariflame хэштеги. Да, один раз поставила, Лен, и все. И не меняю. То есть, описание написала. И как бы я больше к нему не возвращаюсь. А на мне надо время на этот проект. Так, с этим разобрались, тогда идем дальше. Вот здесь у меня есть ссылки, но я вам потом их отдельно все скину сразу вместе. Так, что касается оформления страниц. Помимо трех красивых ваших фотографий, мы добавляем 2-3 картинки о мотивации и работе. То есть, можете 1 картинка о какой-то мотивации скинуть, и 2 какие-нибудь картинки о работе. Или 2 картинки о мотивации и 1 о работе. И так делаем это каждые 2-3 дня. То есть, постоянно, постоянно, постоянно мы обновляем свою ленту. Даже если кто-то на вас подписался, сначала не заинтересовался работой, не заинтересовался вами как человеком, потом он будет смотреть вашу ленту. Периодически вы будете выкладывать свои какие-то красивые фотографии, какую-то мотивацию. Человек в любом случае заинтересуется. В любом случае зайдет к вам, посмотрит. Возможно, поставит плюсики, там, восьмерочки. Ну, у кого как. То есть, в любом случае мы, да, накидываем постепенно, но постоянно. 2-3 дня новая картинка. Я вот сейчас раскрутила свои странички, я могу там 2-3 раза в неделю скинуть по одной картинке, там, либо мотивация, либо работа, либо я. И все, мне этого, в принципе, достаточно. Поток уже идет хороший. Я не люблю сильно напрягаться, честно. И ко всем фото и картинкам добавляем популярные теги. Но, отмечайте прям все живыми, такими буковками, но не более 30 тегов к одной фотографии, к одной картинке. Нет, не одна картинка, разные. У меня есть папка в телефоне, там именно Инстаграм. Я себе накачала разных-разных-разных картинок. Но я вам примеры картинок тоже дам, они уже с нашим логотипом, нашего проекта я делала. Так что с этим не переживайте, просто предлагаю вам постепенно их пополнять, пополнять, пополнять. А зачем вы читаете теги? Не читайте их. Теги нужны для того, чтобы вас люди находили. Скопировали, вот я вам документ дам. Скопировали документ, выбрали там 15-20. Я больше 20 не ставлю, честно, 30. Это просто ограничение в самом Инстаграме, что больше не дает ставить. Я 15-20 скопировала прям, ставила, и все, я забыл про это. С этим понятно? Переходим дальше? Есть понятные восьмерочки, непонятные минусики. Набирация страниц. Вот что основное. В день создаем мы не более трех страниц с интервалом в один час. Вот про что я вам говорила. То есть вы создали страничку, и сразу начали ее обрабатывать на полную информацию. После того, как это сделали полностью, как раз уже пройдет, я думаю, час. Если все грамотно оформляется, то у вас уйдет на первый день работы и на оформление самой странички минут 40 меньше. Потому что пока вы загрузите самые классные фото, выберите, пока вы напишите свою историю, пока оформите полностью свою страничку. То есть минут 30-40 точно у вас поет. Каждые три дня по три картинки. Для начала каждые три дня по три картинки. То есть одна ваша личная страница, одна мотивация, одна работа. Ну, первую неделю так поработать, только потом уже все. Потом, можете, я говорю, вот у меня уже страничка раскручена, я одну фотку там выложу. И все. Так, с этим. Дальше к модерации. Модерация созданной страницы, как я вам уже говорила, идет 5 дней. В течение этих пяти дней мы набираем подписчиков и выкладываем фото. Больше никаких активностей. Прям тоже себе крупными буквами напишите никаких. То есть никаких комментов, ничего другого мы не делаем. Лайков тоже не ставим. Мы только набираем подписчиков. Первые пять дней после создания страницы добавляем фото из каждой страницы по 50 подписчиков в день. То же самое, не больше 50 подписчиков. Ну, вот с утра зашли, вот я когда-то только создала страниц, я с утра пока дочери вижу, прям быстренько 50 подписчиков, так, тык-тык-тык-тык-тык, в группу зашла в любую. Вот, например, я вам написала, шедевр «Кулинария». Открыла ее подписчиков, и прям выставила так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и все. На кого подписываться, тоже, в принципе, выбираете вы. Я подписываюсь на всех. Я не выбираю мужчины, это женщина ли это, еще кто это. То есть, да вы даже не угадаете, кто это, мужчина или женщина. Порой такие нити бывают, и фотки непонятные. Так что подписывайтесь на всех. Отписываюсь потом? Я не отписываюсь. Я отписываюсь только в том случае, если вижу, что там реклама на этой страничке. Прямо такая активная идет реклама по завлечению людей. Поэтому я отписываюсь, что просто ленту не засорять. А так нет. Не блокируют. За это не блокируют. Поехали дальше. Работа. На шестой день мы начинаем активную работу. То есть, три раза в день мы подписываемся по 50 человек. Берем, как я вам уже говорила, из групп разных семей. То есть, шедеврик в кулинарии, это вам как пример. Там есть мамочки в декрете. Просто, обычно, в мамочках в декрете уже много таких людей, как мы. То есть, они там работают чисто. Дальше. Пишем в группах рекламу. Не более 5 комментов за раз. Первоначально мы начинаем от одного, двух, трех комментов. То есть, первую неделю не давайте больше трех комментариев. Потом уже переходите к сети комментов за раз. Что касается комментариев. 50 человек за раз. 50 человек в день. Больше не надо. Просто, возможно, будет блок на определенное время, но оно вам не надо. Поэтому 50 человек в день. Остается, этого достаточно. Что касается шаблонов. Каждый раз, когда вы пишете коммент на одной страничке, то есть, написали один коммент, там, предлагаю работу в интернете, доход достойный, пишите в личку. Второй коммент на этой же странице то же самое, только в конце добавьте там, ну, допустим, или ВКонтакте. Ну, какое-то слово, хотя бы одно, но добавьте, чтобы, то есть, модераторы видели, что это не робот рассылает, а все-таки есть какие-то подвижки. То есть, тут аналогичный вдруг вокруг, только там три сообщения, а потом не уходит ничего. Здесь уходит все, но лучше менять, чтобы не было подозрительной активности. Так, и ставим 20-50 лайков на фотки людей. Ну, так же, просто ленту смотрится, или, может, ленту можете через поезд ввести какое-нибудь слово, но тот же самый декрет. Там фотки у вас влазят, вы просто лайки подряд ставите, но с лайками тоже аккуратнее. Я сейчас попозже вам объясню, какие активности можно, какие нельзя подблокировали, или не блокировали вас. С этим понятно? Плюсики ставим, и с понятной переходим дальше. Поехали дальше. Отклики. Все, кто заинтересовался у вас в работе, они будут либо вам сразу писать в Директ, либо сразу в Инстаграм, прошу прощения, сразу в ВКонтакте, либо под фотками о работе. Они там будут ставить либо в отверстики, либо в плюшки, ну, в зависимости от того, какая у вас картинка. Вы пишете, добавляете человека, подписывайтесь, то есть заходите к ему страничку, подписывайтесь на него, заходите к себе в Директ, начинаете писать первые буквы его мика, он вам сразу показывает этот человек, вы его выбираете, и пишете, то есть имя, ну, или здравствуйте имя, или имя доброго времени суток, вы оставляли вопрос о работе, скажите, вы я тебе в ВКонтакте, вышли все детали работы. И уже в зависимости от ответа человека мы пляшем. То есть если он есть, пишете, хорошо, отлично, так вас можно найти. Он вам пишет, вы находите его, и ВКонтакте уже дальше переписываете. Если нет ВКонтакте, то есть как я вам видел, говорила, спрашиваем либо электронную почту, либо WhatsApp, либо Viber, либо одноклассники, то есть все, что угодно, все, что вам удобно. Я всегда спрашиваю, либо ВКонтакте, либо электронную почту, либо Viber, WhatsApp. Самые такие распространенные, через телефон очень удобно. Если ответов нет, сразу говорили, можно пользоваться шаблонами, но имейте в виду, длинные сообщения в дирекции не проходят. Можно пользоваться бежималками, я не пользуюсь обычным, честно говоря. То есть если человеку интересно, он сразу реагирует, сразу отвечает. Я думаю, с этим все так понятно, переходим тогда дальше. Блокировка. Есть два вида блокировки в Инстаграме. Это временная блокировка и окончательная блокировка на совсем. Временная блокировка. У нас идет, то есть за систематическое использование функции лайк-подписка. То есть другими словами, если вы будете подписываться на других людей без остановки, то есть прям быстренько-быстренько-быстренько, нарушая лимиты, вам дадут временную блокировку в зависимости от степени вашего нарушения. Вам могут запретить, ставить лайк в течение, там, от двух часов до двух недель. То есть точно так же идет с подписками. То есть чтобы не получить временную блокировку, не ставьте больше 65 лайков в час и больше 60 подписок в час. Вот поэтому как раз, вот я вам тогда обратила ваше внимание, что в день 50 подписок и 50 лайков. Не делайте больше. Начинают делать больше, даже если за час столько, а потом через какое-то время еще столько же, все равно блокируют. То есть это уже на мне испытано, поэтому я вот вам советую только в день делать 50. Смотрите, что у нас, как избежать временной блокировки в 2016 году. В 2016 году ужесточились правила в Инстаграме. Поэтому сейчас здесь тоже не особо всегда приятно работать, то, что бывают вот эти блокировки. Но если все делать, то есть я вам рассказала, блокировок можно избежать. Это правила они свои ужесточают несколько раз в год. Так что готовьтесь к этому. Возможно, вы сегодня так поработаете, а завтра уже этот метод может не прокатить, потому что идут блокировки. Но тут так же, как ВКонтакте, в принципе. Что нужно делать? Смотрите, если Инстаграм пишет, что у вас временная блокировка, он вам прям пишет, то у вас до такого числа временная блокировка. Я никак не могу скрином сделать просто. Если у вас, допустим, до среды идет блокировка, не делайте ничего раньше четверга. То есть по тот день, в который идет блокировка, включительно никаких действий. Абсолютно. Не выкладываем фотографии, не ставим лайки, не подписываемся никого, не тем более комментируем. С этим понятно? Ставьте смайлики. Если понятно. Если вы это сделаете, смотрите, если вы это делаете, все-таки вы можете словить продление блокировку. Это в лучшем случае. Это реально будет в лучшем случае, если будет продлена блокировка. Возможно, что вас заблокируют навсегда. Если вас заблокируют навсегда, то вам это уже не восстановить. Сейчас скажу. Уже столько мыслей в голове. И смотрите, обязательно не делайте действия как робот. То есть делайте пал, делайте какие-то задержки между своими деятельностями. Могут идти блокировки, если на Instagram. Сейчас дальше скажу про это, Александр. То есть делайте задержку между выполнением всеми заданий. Не работайте как машина. Вечный бан. За что можно получить вечную блокировку? Прошу прощения. Зарапу я не знаю. Бан можно получить за три временные блокировки. То есть три блокировки временных получили, четвертая уже не будет. Четвертая будет блокировка профиля навсегда. То есть вот, как написано на слайде вам, в этом случае система видит, что вы не понимаете никаких предупреждений и блокирует вас раз и навсегда. также не ставим никогда логотип на фотографии. Но я думаю, нам это не надо. У нас свой логотип нашего проекта, мы только его ставим на фотографии. За то, что вы выкладываете фотографии других людей без их отметки на фото. То есть, ну, в принципе, к нашей работе это тоже не имеет отношения, потому что мы, я не думаю, что пользуемся другими, фотографиями других людей. Поэтому я тоже, это просто вам для знаний в этой области, чтобы вы все знали. За использование автопостинга. Вот как раз приложение StarCraft. Сейчас подробно про него расскажу. Инстаграм у нас против любой автоматизации, поэтому если фильтр вас заметит, вам грозит тоже тоже есть не блокировка. На самом деле, можно пользоваться этой программой, просто пользоваться не надо особо аккуратно. Так, за массовую накрутку ботов. Ну, это, в принципе, тоже автопостинг. Этим тоже увлекаться особо нельзя. Да, можно получить также за информацию о кредитных картах, номере социальной страховки, номер телефона, удостоверение личности, а что есть за любую такую достаточно конфиденциальную информацию. Но если она принадлежит другому человеку, то есть, если вы свой паспорт сфоткаете, и вы все на своей службе в принципе ничего не будете. За создание аккаунтов в Инстаграм с помощью сторонних сервисов. И за использованием одновременно нескольких IP-адресов. То есть, вот здесь как раз расскажу, то же самое приложение StarQuartz, надо выходить из своего аккаунта. Допустим, вы делаете на компьютере через StarQuartz, накручиваете людей, а с телефона вы сидите в этом же аккаунте. IP разные, и естественно, Инстаграм это воспринимает как накрутку, естественно, как автоматизацию. То есть, этого делать категорически нельзя. Если вы это делаете, накручиваете через компьютер, то с телефона обязательно мы выходим, либо с другого компьютера. Я не пользуюсь этой программой, она мне не интересна, она мне не нужна, честно. Но я вам про нее расскажу. Я пробовала у нее работать, я работала какое-то время с ней, потом решила бросить. Буя, не мой. Как мне получить бан, используя автопольсинг и массовую подписку? Инстаграм банк, аккаунты, не за самым, автопольсинг или массовое, так как фильтры у нас не могут, естественно, отличить на 100% все это. Поэтому нужно учить три основных правила. Сейчас прошу прощения, не хочет у меня ребенок сидеть спокойно. Первое, это не превышать лимиты. То есть, если вы пользуетесь тем же самым в Старклэнсе, лимиты подписок у нас прошу прощения, секундочку прям. лимиты подписок у нас тысяча в сутки, не превышать лимиты лайков тоже тысяча в сутки, не использовать спам-комментариями вообще. То есть, через эту программу никакие комментарии мы не накручиваем, ничего, не пишем. Все комментарии мы пишем вручную. Я еще раз повторяю, если вы будете делать 50 лайков, 50 подписок, ничего страшного, даже через эту программу. Так это не замечает Инстаграм, модератор Инстаграм. Второе, что это учитывать поведенческие факторы. Вот про что я вам говорила уже. Если вы ставите лайки со скоростью 2 секунды, 1 лайк, вас заблокируют. То есть, уже понятно, что вы робот. То есть, это не вы делали. Вы же, когда смотрите ленту, вы листаете, там вам понравится товар, ага, вы ее оценили, поставили лайк. У вас в любом случае секунд 10 на это уходит. Поэтому не торопитесь тоже. Первое время вообще аккуратно. Работайте в Инстаграме, раскручивайте страничку, не бегите вперед с паровозом. И тоже, если вы, так же вот с подписками, если вы подписываетесь на людей каждые 5 секунд, сервис это тоже замечает. Поэтому тоже аккуратнее с временем. Третье, что это использовать прокси. Если вы используете, тоже вам про это уже говорил, вот тут третий, как раз, если вы используете свой телефон для вашего аккаунта в Инстаграме, а в это же время сервис автопостного совершенно другого IP, выкладывать фотографию для фильтров Инстаграма, это сигнал о том, что вы используете сторонние программы. То же самое с подписками. То есть, смотрите, если компьютер опять же работает старкверси, выйдите с телефона, со своего аккаунта, выйдите. Тогда не будут замечены никакие левые действия. Так, с этим понятным плюсики ставим, кому понятно, кому не понятно. что я смотрю, я разошлась, это не укладывается во время. Плюсики. Вот, программа дополнительная, это старкверси как раз. Стоится, сайт запишите себе, старкверси.ком. Это кому интересно, вот у вас, когда зайдете по сайту, у вас вот откроется вот такое окошко, как на картинке. Что вам из этого интересно? Вы нажимаете «Получить 3 дня бесплатно». Смотрите, на вот эти 3 дня одна почта. То есть, каждый раз вы можете зарегистрировать и каждый раз получать эти 3 дня, но надо каждый раз новую почту, чтобы получать эти 3 дня бесплатно для накрутки лайков, для накрутки подписчиков. Как это работает? То есть, вы добавляете аккаунт в свой Инстаграм. Там вводится уродин и пароль, там все достаточно просто, там выдается инструкция, сразу вы ее прочитаете, ознакомитесь, кому это интересно, и уже по ней четко будете следовать. Дальше вы настраиваете свой аккаунт после того, как ввели его и добавили. То есть, вы выбираете, что вам надо. Подписки, лайки, чтобы вам не соврать, там еще комментарии есть, хэштеги. То есть, вы все фильтры устанавливаете и просто включаете. Да, там в начале в панели все написано, там есть конкретная инструкция, как и что делать. В принципе, это легко. Но я вам еще раз повторяю, я с этим не работаю. Мне интереснее это сделать все само, я точно буду уверена, что меня не заблокируют, что у меня будет все нормально, и аккаунт у меня будет хорошо оформленный. И у меня не подпишется аккаунт ни на каких-то левых людей. Вы включили, вы отдыхаете, то есть, на 3 дня вы свободны, от этого аккаунта. Все. Если вы хотите, этот сервис, в принципе, есть еще платный. Вы можете его там приобрести, но я просто не вижу в этом смысл, выкидываю деньги, мне кажется, на ветер. Он там 300 рублей в месяц, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, там тоже, там цены все на сайте будут написаны. Если вам интересно, заинтересуетесь, можете почитать. Написано, что первое желание делать через Фейсбук. Что первое через Фейсбук, тогда не блокирует. Вот Александр у нас как раз в этой программе работает, мы с ним выходные по ней разговаривали. Мы можете, в принципе, консультироваться. У него, я думаю, Александр будет не против, а может с этой программой. Так, это уже полезные стелки. Полезные стелки я вам все дам. Я сейчас вам скину в чат. Сохраните как раз. Сейчас, секундочку. Это наш тренинг на Google Диске. Я доступ, в принципе, открыла. Попробуйте, перейдите. Должно все пройти. Сейчас поставь плюсик, кто попробовал, все работает. Чтобы, если что, я сейчас сразу исправлю, чтобы был доступ к этому файлу. Это будет вся презентация на Диске. Можете ее посмотреть, что-то, знаете, интересное. Там есть все ссылки, все ссылки шаблонов, все ссылки картины. Прошу прощения, давно не говорила, так нам. Все работает. Сейчас ко мне есть какие-то вопросы. Я еще запишу пару видео, думаю, по работе на Инстаграме и выложу также на свой канал в YouTube. Можете будете там посмотреть это. Если есть у кого-то вопросы, пишите вопросы. Если нет вопросов, напишите, чем была ли я вообще вам полезна, что особенно понравилось, не понравилось в тренинге. поток. Как я сказала уже, поток в среднем с 60 объявлений и 1-2 регистрации. Да, есть регистрация. Маша, я же в самом начале вам говорила о том, что регистрация есть. Рассчитывайте, что 5 дней у вас уйдут просто на то, что модерация прошла страница, поэтому первые 5 дней регистрации не будет им просто неоткуда взяться. А потом уже, да, в 60 объявлений 1-2 регистрации будет в среднем. Так же. У меня не было. Ничего, Маша, в записи, я думаю, посмотришь. Всем спасибо, что вы у меня были такие активные, что пришли на тренинг. Была рада с вами поделиться всеми информацией. Я думаю, мы будем теперь активно развивать Инстаграм. Не только моя команда будет там пытаться работать. Работаю больше телефона. Вот я тоже работаю больше телефона, поэтому мне удобнее такие программки типа Инстаграма, чтобы работать через телефон. Это быстро, мобильно, удобно. А самое главное, что ты в любом месте можешь ответить на отклик, а не ждать, пока придешь домой, отключь компьютер и посмотришь все отклики там. Сколько объявлений в день? Про объявления сказал, первое время, то есть 2-3 объявления 3 раза в день под комментариями. Еще забыла, вот что вам сказать, под комментариями не пишите под комментариями звезд, то есть под фотографиями звезд не пишите, пишите в пабликах. То есть даже кулинарии, мамочки в декрете, там спорт, какое-нибудь правильное питание, то есть любые паблики. Находите их в постах, подписывайтесь и под фотографиями можете писать. Ну, гляньте, прияблочек ленту листа и под каждой там в постах подписываешь что-то. И где ты кого даешь этот комментарий? Вот, под фотографиями комментарии пишу. Под фотографиями в любых пабликах. У меня 10 аккаунтов, я тоже сначала когда только начинала работать, думаю, сейчас одного телефона как, я бабашу несколько аккаунтов, сделала, меня на следующий день блокируют, но я не толком не разобралась в этом месте, меня на следующий день прям блокируют. Я думаю, ага, ну и фиг с вами, еще сделаю больше, в чем проблема-то. Начинаю регистрировать, не пишу, все, превышен лимит на вашем телефоне. Я думаю, ага, попалась, хорошо, я думаю, что еще у мужа есть телефон, у родителей есть телефон, возможно, регистрировать. Поэтому я говорю, будьте аккуратны, сначала разберитесь методами, пересмотрите еще раз тренинг, посмотрите, что надо делать, как надо делать, сколько надо делать, и после этого уже идите в бой, как говорится. Не торопитесь. Смотрите, еще что касается, для новичков, я не рекомендую сейчас браться больше пяти аккаунтов. не деритесь, только сейчас будете запутаться, психовать, нервничать. Не надо, научитесь пятью работать, с пятью научитесь, тогда дайте еще пять. Больше не стоит пока делать. Я, конечно, понимаю, что сразу хочется больше, больше и больше, до, чтобы было все много и классно, но не надо. Пять аккаунтов, самое то для начала. Через месяц освоитесь, в течение месяца вам вот так вот за глаза и за уши освоятся в этом инстаграме. Дадите еще пять и работайте. Больше десяти вообще смысла нет. Вы только будете их обрабатывать, а поток, какая разница, у вас не будет от этого больше поток, поверьте. Поток хороший из десяти аккаунтов, из пяти аккаунтов, если они правильно раскручены. Что еще советую вам, если вы берете не одна работа в инстаграме, я в свое время начинала одна вообще работа, мне не около было спросить, ни помощи, ни помочь раскрутить страничку. Сейчас у нас, я думаю, прибавится больше, намного. Скидывайте свою страничку, как вас найти, или находите меня, можете найти, я вам могу свои нити в скайпе кинуть, кому интересно, в скайпе меня добавьте, я вам нити свои кину, добавьте меня, я вас со своей странички добавлю, будем друг друга раскручивать, то есть к фотографиям что-то подписывать, лайки ставить, ну то есть понятно, да? В 10 аккаунт, опять в комментариях всего 50 штук. В 10 аккаунт, ну, 53 раза в день, 150 получается за день. Это максимум, да. Нет, я знаю, что многие делают и больше, но у кого, это вы знаете, раз на раз сейчас они приходят, у вас могут заблокировать, а могут не заблокировать. Вот 5, я точно знаю, что они блокируют. И 5 достаточно, 3 раза в день по 5, то есть в комментариях, это нормально. Еще есть вопросы ко мне? Тема интересная, знаю, сама когда разбирала, так долго сидела, совсем этим узнавала, это все. Все на одном компе. Александр, вы про старт Кверти, если про него, то да, выходи, заходи. И так же, в телефоне, даже если не старт Кверти, в принципе, мы выходим из одного аккаунта, заходим в другой. Но, единственное, смотрите, если у вас 5 аккаунтов, почему рекомендовал 5? 5 аккаунтов, вы можете объединить в 1. Но потом, если у вас больше, вы будете выходить, сейчас вот, скажу прямо, что, заходите в параметры в Инстаграме, находите в самом низу, добавить аккаунт, нажимаете, и добавляете так, то есть всего, в общем, 5 аккаунтов должно быть. 1, на котором это все закреплено, и 4, 4, которые вы к нему добавите. Там достаточно легко, и между этими 5 вы вводите, можете переключаться, чтобы постоянно не выходить, заходить, выходить, заходить. С DCU так не получится, сразу говорю, потому что придется выйти из всех, зайти в новый и опять добавлять. То есть это лишний геморрой, я считаю. Смотрите, так что вот эта функция, кстати, недавно тоже была добавлена всего лишь вот это добавление нескольких аккаунтов. Очень удобная. Я вчера попробовала. Здесь у вас 2 телефона, вообще отлично. С одного 5 прикрепили, с другого 5 прикрепили, и все отлично. Еще есть какие-то вопросы ко мне? Смотрю, народ потихонечку выходит, у нас разбегаются. Я заняла больше у вас времени, чем планировала. Все отлично. Спасибо, что были со мной, спасибо, что пришли на семинар, выслушали меня. Если есть какие-то вопросы, можете меня добавлять в скайпе, либо в контакте. Вот вам ник вон в скайпе. У меня везде, в принципе, одинаковые ники. Можете добавлять в скайпе, спрашивать свои вопросы, либо в контакте. Просто в скайп, в контакте я вам быстрее отвечу, чем где-то в других соцсетях. Будем раскручивать инстаграм, добавляться друг к другу и помогать. Все, всем спасибо тогда за внимание. Да, ссылку сейчас обработаете видео, я думаю, я его выложила на YouTube. В своей команде в наш командный чат еще скину. И в ежедневную отчетность. Остальным скину всем в скайпе. Я думаю, ну, если мы еще или записывали, они могут тоже выложить. Там уж у кого быстрее получится, и у кого все правильное видео, то вдруг не получилось. Ну, все. Всем спасибо за внимание. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok